Красивые загорелые девушки Подтянутые тела с идеальными пропорциями Никакой суеты, только последние штрихи к предстоящему выходу Что люди говорят о вашем увлечении? Ну все по-разному Кто-то поддерживает, кто-то нет А что говорят те, которые не поддерживают? Для чем, для чего, не для женщины И вы им отвечаете? Для себя 15 ноября впервые в Новочебоксарске состоялся Открытый Кубок по Волжье и Чувашской Республике по фитнес-бикини 13 девушек-спортсменов на сцене Дворца культуры «Химик» Демонстрировали грациозность и гармоничные пропорции Были представлены города Новочебоксарск, Чебоксары, Ишкарала, Ульянск, Самара, Санкт-Петербург Фитнес-бикини – отдельные направления в области фитнеса Основывающиеся на достижении идеалов тела и их демонстрации Тренировки помогают воплотить желания, связанные с идеальным телом, в реальность Кристина Васильева – представительница одного из фитнес-клубов города Чебоксары Для нее сегодняшнее выступление – это второй выход Первый был весной этого года Сильные тренировки, это много кардио Кардио – это правильное питание, это режим В общем, все взаимосвязано Главное – много трудиться и главное – желание Раньше я не занималась спортом, была совершенно неспортивным человеком В спорт пришла с друзьями, процесс затянул И процесс перешел уже, наверное, в часть жизни В режим спортсменок входят правильное питание, сон, тренировки, положительные эмоции Нужно сконцентрироваться на конкурсе и идти к своей цели От спортсменок фитнес-бикини требуются определенные пропорции тела Не должно быть огромных мышц и кубиков на прессе Девушка должна быть мягкой и женственной В фитнес-бикини существует определенный позинг Главное – в любой самой некомфортной позе Зритель не должен догадаться, что девушкам тяжело Фронтальная поза Когда мы стоим лицом к судьям То есть слегка наклоняем вверх плечи Потому что судьи сидят ниже, чем мы Ручка ставится на самое узкое место талии А это просто висит спокойненько И одновременно давятся ножки, чтобы были видны мышцы Ну и естественно, не нужно забывать про улыбку и расслабленный внешний пик И вторую позу? Что там? Боковая Когда тянется бедро Когда бедро и плечи находятся в одной плоскости Чтобы у нас были видны плечики Ручки расслаблены Светлана Бахтиярова – представительница города Самара Занимается уже три года Фитнес – это часть ее жизни И она уже стала тренером Кто-то, наоборот, против режима, против сушки И именно этот момент воспринимает очень серьезно и тяжело Мне это в жизни, наоборот, очень помогает То есть я именно в это время сосредоточена полностью У меня четкий график в жизни Ни влево, ни вправо У меня просто есть ребенок И, не знаю, именно сосредоточение на себе На своем увлечении, на своем ребенке Очень четко составляется день Свой рацион И вообще вся семья мне помогает И воодушевляет меня И также им нравится мое увлечение Поэтому чувствую полную гармонию Ну а теперь вернемся в зал Где по результатам оценок жюри Определилась тройка лидеров Итог соревнований Третье место – Полина Тимушкина, город Чебоксары Второе – Александра Масленникова Здесь шкаралы, ну и первое место и кубок Достался профессиональному фитнес-тренеру из Санкт-Петербурга 22-летней Ксении Красновой Кстати, родом Ксения из нашей республики Земля чувашская ей помогла Говорит девушка Ну, я так занимаюсь первый год этим всем То есть спорт со мной всю жизнь Но именно фитнес-бикини я решила попробовать в этом году Поэтому у меня просто куча эмоций Я просто безумно счастлива и благодарна моему поддержке Потому что все мои родители были Все мои друзья Я просто счастлива очень, что мои плоды оценили Тяжелые тренировки по два раза в день Совмещаю со своей работой Совмещаю с питанием правильным питанием Ну, я согласна, там, на сцене сказали Потому что мы отказываемся постепенно От каких-то продуктов на каких-то этапах Но меня поддерживали мои друзья Поддерживала моя мама Чему я благодарна, поддерживала моя семья И здесь мы сегодня в зале Вы, наверное, слышали, как кричали за меня Это тоже все мои друзья и моя семья В начале сегодняшнего мероприятия говорили, что эти соревнования проводятся в честь, наверное, 55-летия города Новочуваксарска И хотелось бы отметить, что на самом деле спорт и красота всегда были важны для республики, для этого города Наверное, изначально была такая идея Но так как у нас Руслан один из организаторов Является неоднократным чемпионом по бодибилдингу Мы хотели бы возродить Возродить, да, этот Этот вид спорта, это направление И как раз именно у нас в Чувашии И начали именно с Новочуваксарска Потому что за последние 10 лет, даже больше Вообще таких соревнований такого уровня Не было ни разу Тем более мы пригласили сюда иногородних спортсменов У нас были и Санкт-Петербург, у нас был Самара, Ишкарала, Ульяновск И получилось очень красиво для первого раза Я думаю, мы будем в дальнейшем проводить эти соревнования регулярно И следующее соревнование у нас, кстати, будет весной Поэтому мы вас ждем В нашем городе очень много замечательных спортсменок О которых никто даже не подозревал А они есть Они даже выступают на областных чемпионатах Выезжают И я думаю, что сегодняшним днем мы призываем Всех остальных принимать участие Заниматься спортом И участвовать на чемпионатах Не стесняться, будь смелее И пусть все знают, что в нашем городе славном И в столице республики Есть такие замечательные спортсмены Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова